Здравствуйте! У нас с вами сегодня 10 лекция. Садитесь, пожалуйста. Мы с вами сегодня изучаем обход графа в глубину и всякие приложения этого обхода, что с этим можно делать. Вот мы с вами изучили терминологию теории графов. Мы с вами поговорили о том, как хранить граф в памяти. А вот теперь очень важно обсудить, независимо от способа его хранения, а как мы можем, собственно, с ним поработать, какие есть способы, ну что-то вот как это, как чёточки его поперебирать, переходить. Естественно, что переходить мы будем по ребрам, да. Хотя на самом деле существуют и методики работы с графа без перебора соседей. Существует. Вот, например, если я хочу перебрать всевозможные способы в принципе обхода, да, всевозможные пути, я имею в виду сейчас пути элементарные, в которых, например, вершины не повторяются. Вот всевозможные. Знаете, как это можно сделать? Без перебора соседей. Просто взять список всех вершин. И помните, в прошлом семестре мы с вами делали генерацию всех перестановок. Ну, допустим, числа от 1 до 5, да, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5, 4. Рекуррентно мы это делали, да. Помните? Когда рекурсию изучали, там была генерация всех перестановок. Пожалуйста, берем, делаем генерацию всех перестановок, всех вершин. Вот мы получаем полный, да. И дальше просто просматриваем вот эту цепочку получившуюся, да, пар вершин. И смотрим, это ребро или не ребро? Буквально как в множестве ребер, да, просматриваем. Это ребро или не ребро? И если у нас все ребра оказались ребрами, то, пожалуйста, вот вам путь. Здорово? Это не требует обязательного обхода в глубину. То есть какие-то алгоритмы, они опираются на наличие множества вершин или наличие множества ребер. Понятно? Но действительно, одни из самых интересных, это там, где мы будем бродить и искать среди соседей. Есть ли там среди соседей кто-то. И вот обход в глубину, обход в глубину, его называют Deep First Search, DFS по-английски. Сам по себе это не совсем алгоритм. То есть это, в принципе, алгоритм обхода, но непонятно, зачем это делать. Становится это понятно сразу же, потому что я буду какое-то конкретное уже сразу приложение делать. А именно, при помощи этого обхода я смогу дотянуться до компонента связности. То есть до всех вершин, до которых только можно дотянуться. Понятно? А все остальные компоненты, я до них не дотягиваюсь. И вот я смогу организовать, вначале я просто сделаю обход, взять и найти все вершины, связанные с этой вершиной. Понятно? Все, которые с ней связаны. Вот выделить компоненту связности. Мы же не можем это сделать взглядом на граф. Поэтому вот как компьютер это поручить? Сделать, например, обход в глубину. Итак, давайте возьмем и нарисуем какой-нибудь граф. Я сейчас вот скопирую какой-нибудь граф с одной из старых лекций. Хотя можно абсолютно случайно рисовать. Ну, просто ради совпадения. Сейчас изоморфный нарисуем. Тогда я вырисовал от балды, поэтому ничего существенного не поменяет. Все, там парочка вершин тут. И еще тут несколько таких вот вершиночек. И начинать мы будем обход вот этого графа с вот этой вот вершинки. Я несколько лет назад придумал очень интересную аналогию. Смешную. Представим себе, что у нас вирусный маркетинг. Вот. И человек предлагает какую-нибудь халяву. Вот это вот будут, соответственно, граф социальных связей ВКонтакте. Вот. И человек, например, решил, что он хочет позвать всех на дискотеку. Вот. Но он хочет позвать всех друзей, включая всех друзей своих друзей, всех-всех-всех друзей своих друзей. То есть, короче, всю компоненту связанности. И он придумал следующий ход, следующий алгоритм действия. Он говорит, давай я буду делать так. Я буду говорить, друг, я тебя приглашаю на дискотеку. Но пойти ты сможешь только тогда, когда все твои друзья скажут, что они пойдут. Что они пригласили всех своих друзей. Вы поняли эту логику, да? Логика этого. Разошли 10 писем, да? Ну, что-то подобное. Только не 10, а прям всех. Итак. И он применяет этот алгоритм в первую очередь к самому себе. Я над ним поставлю номер 0. То есть, он позвал самого себя первым. Он позванный. Но он еще не может пойти на дискотеку сам, пока все его друзья не скажут ему, что они могут пойти. А они не могут, так сказать, пока они не узнают у всех своих друзей, что они могут пойти. Перед этим они должны их пригласить и дождаться от них. Что они позвали всех своих друзей, и они могут пойти. Итак, он начинает перебирать своих друзей. Допустим, он перебирает первого вот этого. И он его звонит ему и говорит, друг, я приглашаю тебя на дискотеку. Таким образом, он включает его в число приглашенных. Второй раз приглашать одного и того же нельзя. Значит, он так. Этот товарищ позван первым. Ну, в смысле, этот нулевой, да, этот первый. Соответственно, и нулевой ждет от него. Вот, кстати, тоже важный момент. Поскольку мы работаем с синхронными вызовами, это будет оформлено как рекурсия, рекуррентные вызовы. То нулевой вот этот вот, он ждет возврата, пока вот этот вот закончит приглашать всех своих друзей. То есть, этот не продолжает звонить следующему, а ждет, пока этот закончит. Поэтому получается так, что этот ждет, а этот начинает обзванивать своих друзей всех, да. Звонит этому и говорит, я зову тебя на дискотеку. Ты ведь еще не позван? Нет, говорит, я еще не позван. Зову тебя на дискотеку. Ты придешь, соответственно, ну, в смысле, придешь. То есть, позван вторым. Ты попал в этот список приглашенных под номером 2, да. А этот позван в результате вторым. И первый ждет, опять же, пока тот пойдет на дискотеку. То есть, я его в кружочек буду обводить, когда он уже закончил и готов только идти. Итак, второй начинает всех своих товарищей обзванивать. Между прочим, то, что я тут следую такому правилу, как бы, справа налево, что называется, по кругу, вот так вот. Это совершенно необязательно. У меня будет у каждой вершины свой список смежности, который является еще и не списком, а множеством, на самом деле. Множество смежности, да. И там вершины перепутаны. То есть, ну, какой-то порядок. Ну, мне реально не важно, в каком порядке. Поэтому на доске я буду сейчас вот правилу, как бы, по кругу, чтобы не забывать. Да. Этот перебирает всех своих соседей. И так он начал. Вот этого перебрал и сразу же нашел непозванного. Говорит, я зову тебя, давай, жду, пока ты мне скажешь, что пойдешь. Этот начинает обзванивать своих и говорит, зову тебя. Этот товарищ, соответственно, начинает обзванивать. Говорит, зову тебя. Этот товарищ начинает обзванивать всех своих друзей. Что он делает? Ну, чисто формально он должен обзвонить вот этого товарища. Смотрит. А ему звонить не надо, потому что он среди уже позванных. Ну, то есть, обратное движение, оно не произойдет автоматически. Мне нужно смотреть, что я там обратно. То есть, мне даже не важно, кто меня позвал. Я просто смотрю в обратку, да? Он мне смежный, но он уже позванный, поэтому я его не вызываю на день рождения, да? К тому. Значит, этот товарищ просто говорит, я закончил. Я всех, кого надо было, позвал, да? Кого только можно было. Звать больше никого не надо. Да все, я иду на дискотеку. Возвращает вот этому свой вызов. Ну, в смысле, return. И этот товарищ продолжает звать своих соседей. Этот товарищ тоже быстро приходит к решению, что ему звать никого не надо. И он может идти на дискотеку. На этом четвертый может идти на дискотеку. Возвращает информацию третьему. Третий смотрит, кто еще из друзей не позван. Вызывает его. Я сейчас его в списке номером 7 обозначаю. Этот товарищ начинает обзванивать этих. Вот этот восьмой сразу же говорит, что я могу идти. Седьмой не может, потому что у него есть еще друг, которого тоже надо позвать. Девятый зовет этого. Этот зовет вот десятого. Десятый зовет одиннадцатого, который сразу же отвечает, что я иду. А десятый пока не может, потому что у него есть друг. Обратите внимание, что дело, ясное дело, движется к тому, что все это дело сюда заворачивается. Сейчас завернется. Да, десятый зовет этого товарища. Этот товарищ уже теперь среди позванных. И начинает звать своих друзей. Десятый, все остальные ждут пока сейчас. А? Одиннадцатый, да. Ой. Ну, это не так сейчас принципиально. Ну, конечно, я исправлю. Двенадцатый, да. Этот зовет этого. Этот откликается, что он готов. Этот зовет этого. Этот четырнадцатый. Этот зовет... Кого он зовет? Ну, я вот так вот по кругу пойду, да. Этот зовет вот этого. Этот откликается. Почему он откликается, что он все? Да потому что он смотрит среди всех своих друзей этот позванный, хотя он его и не звал. Этот позванный. И этот позванный, опять же, хотя он его и не звал. Ясно? То есть он никому ему звать не надо. Так? И он на этом говорит, а я все, я могу идти на дискотеку, раз все мои друзья уже позваны туда. Этот товарищ зовет еще вот этого, да. Этот оказывается шестнадцатым. Соответственно, и говорит, я могу. Четырнадцатый просматривает остальных, включая, между прочим, самого инициатора обхода в глубину, да. Первую вершину стартовую, с которой началось. И обратите внимание, насколько далеко до нее, какой далекий путь до нее оказался. Хотя она соседняя для нуля. Это вполне нормально для обхода в глубину. Да вот. Тем не менее, это заканчивает. И дальше пошло что? Раскрутка рекурсии в обратную сторону. Обратный ход рекурсии у нас пошел, да. То есть возвраты. Этот товарищ говорит, я все. Этот говорит, я все. Этот говорит, я могу пойти, я могу пойти, я могу пойти, я могу пойти. Этот товарищ, а нет. У этого еще осталась веточка, да. Он вот этого еще. Какой у нас получается? Аж семнадцатый, да. Этот аж семнадцатый. Он быстро говорит, я могу, я могу, я могу. Ну и нулевой, у него еще одна маленькая веточка, он еще сейчас вот сюда сходит к этому товарищу, фактически 18-й получается, 18-й он позван в итоге, этот говорит ему, я могу, и наконец то, что нулевой и хотел, он наконец-таки может пойти на дискотеку, поскольку все его непосредственные друзья позваны на дискотеку, ну и могут пойти. Поняли суть, да? Я надеюсь, что эта логика, она понятна. Результат какой? Что вся компонента связанности, она вся танцует. Значит, и, что хотел сказать по этому поводу, еще посмотрите на эту желтенькую штучку, желтенькие палочки, обратите внимание, что вот эти вот палочки, которые тут вот есть, они представляют из себя дерево. 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 Это остовное дерево. Остовных деревьев у любого графа, который не является деревом, то есть у которого есть хотя бы один цикл, но я сейчас не буду, сейчас многокомпонентный, из одной компонента связанный граф. Так вот, у любого графа, который не является в чистом виде деревом, у него много остовных деревьев, то есть я мог по-другому это сделать. И в принципе, при обходе в глубину, если бы где-то там порядок соседей, то есть порядок перебора соседей пошел бы по-другому, по какой-то причине, ну я бы наблюдал другое остовное дерево. То есть при помощи простого обхода в глубину найти какое-нибудь там минимальное остовное дерево нельзя. В простом, вот в этом варианте. Понятно? Но тем не менее, ну просто в какое-то, какое-то остовное дерево, пожалуйста, вот оно в наличии. Ясно? Так, что еще можно сразу сказать по поводу применения обхода в глубину? Я могу подсчитать количество вершин, подсчитать количество вершин в этой компоненте связности. Раз. Просто составить их список, то есть каждый раз реально, эти все вершины, которые тут были, они были безымянными, ну я не писал об ЭЦД и так далее, чтобы экономить ваше внимание, сконцентрировать его на номере при обходе. Но реально-то у каждой вершины есть какой-то идентификатор, какое-то название. И его, этот идентификатор, можно было каждый раз, когда происходит вызов, сохранять в некоторое множество и создать, собственно, множество вершин идентификаторов, которые принадлежат, короче, еще раз, выделить компоненту связности. Окей, посчитать количество вершин в этой компоненте. Обнаружить цикл можно. Есть ли цикл? И прям найти, сразу найти этот цикл. Почему? Как это можно? Дело в том, что при вот этом вот обходе, правда, этот цикл совершенно не обязательно будет наименьший по размеру, да, я имею в виду сейчас найти простой цикл, где ребра не повторяются, где мы не проходим по ребру два раза туда-обратно, то есть не вот такой вот, да, а вот реально вот такой вот цикл. Как это возникает? В тот момент, когда какая-то вершина собирается позвать другую вершину, да, которая, вот есть такое наименование, да, их можно назвать белые, серые и черные. Белые, которых еще вообще не звали. Серые, которых позвали, но они еще не идут. Черные, которые идут. Понятно? Так вот, в тот момент, когда вершина собирается позвать свою смежную вершину, а она является серой, да, и при этом это не та самая, из которой ее позвали, то это что? Это означает, что круг замкнулся, то есть, а как он может быть иначе позван уже, да, туда, как он иначе может быть серым? Значит, цикл. То есть, факт определения какого-нибудь конкретного цикла, пожалуйста, вот так вот можно цикл доставать. Правда, еще раз говорю, при обходе в глубину это не самый короткий цикл. Так, что еще интересное можно делать при помощи обхода? Сейчас я напишу алгоритм, да, но вот приложение сразу же хочется вам озвучивать. Значит, я надеюсь, что вы как-то это выписали, да? Ну, давайте, напишем эти самые приложения. То есть, приложение я, то есть, что с этим можно делать? Первое. Выделение компоненты. Связности, очевидно. Выделение компоненты связности графа. Раз выделение компонента, значит, можно организовать и подсчет количества компонент. Каким образом? Вот я выделил все вершины, которые входят в компоненту, я их отбросил. Среди оставшихся вершин, ну, я беру множество, например, да, и вот среди множества оставшихся вершин я что делаю? Я беру и осуществляю, начиная с любой из оставшихся вершин, начинаю тоже обход в глубину. Я говорю, это вторая компонента связности. Все, которые были там, во вторую компоненту вошли, я тоже выкинул. Счетчиком засчитываю, если я нашел еще хотя бы одну вершину, если множество непозванных еще не пусто, я выбираю любую из оставшихся вершин, начинаю третью дискотеку устраивать. Понятно? Количество дискотек, сколько раз мне приходится инициировать обход в глубину, чтобы вычеркнуть все вершины графа, это и есть количество компонент связности. Понятно? Поэтому не только выделение компоненты, начиная от конкретной вершины, всех ее смешанных, но еще и подсчет количества компонент. Но это все-таки, еще раз говорю, не самое интересное. Поиск простого цикла. Еще раз предупреждаю, не минимального по размеру. Минимальный по размеру будет давать другой обход, который уже это, да? Поиск цикла. Простого, прошу прощения, простого цикла. А вот теперь еще одна интересная задачка. Ну, вы представляете себе, что, да, граф изоморфный, я объяснял, что это такое, и это значит, что я могу перерисовать его как хочу. А вот скажите, пожалуйста, могу ли я предположить, что вот это вот, это не дружба, а вражда? То есть, если два, две вершины нет между ними палки, то они не враждают. Это есть палочка, это я отметил вражду между ними. Я хочу рассадить вот этих товарищей за двумя столами. То есть, у меня есть некий первый стол, за который сядут одни, и второй стол, за которым сядут другие. Я хочу сделать так, чтобы у меня не было ни за каким столом не было враждующих людей. То есть, чтобы у меня ребра шли только отсюда, вот сюда. Вот так можно, да? Да, вот так вот можно. Да, вот так вот. То есть, вот у меня могут быть какие-то там вот эти вот. Вот, это называется, если граф можно так распределить, да, то можно, то такой граф называется двудольный. Двудольный. Двудольный граф. Поняли логику, да? Рассадить двух. Или, короче говоря, еще вариант, как это осмыслить, двудольный граф. Раскрасить вершины в два цвета, красные и зеленые вершины. Так, чтобы никакие две красные и никакие две зеленые друг к другу не имели ребра. Понятно? Эти красные там вершины, эти зеленые. Это можно с раскраской, можно и здесь это себе представить. Ну, с этим графом, с этим графом так не получится. А теперь объясняю, как это сделать при помощи обхода в глубину. Я беру первую вершину и говорю, ты красная вершина. Ну, у меня последовательность обхода, она уже написана, и вы ее понимаете, поэтому я буду действовать довольно быстро. Итак, поехали. А всех, кого она зовет, она будет пытаться покрасить в зеленый цвет. А тех, кого звать не надо, кто позван, она будет проверять, что он зеленый. А если вдруг обнаружится, что кто-то уже позванный, и он не зеленый, вот это будет как раз проблемой. Понятно? Итак, он начинает обзванивать и говорит, ты зеленый будешь. Этот товарищ начинает всех своих товарищей обзванивать и делать их красными. Говорит, ты красный. Этот говорит, ты зеленый. Зеленый. Этот говорит, ты красный. Возвращает. Этот говорит, ты красный. Снова возвращается сюда. Этот говорит, ты зеленый. Этот становится зеленым. Замечательно. Этот говорит, ты красный. Ты красный. То есть возвращается назад. Этот красный говорит, ты зеленый. Этот говорит, так, замечательно. А ты красный. А ты кто? А ты зеленый. А ты зеленый. Дальше этот вызывает вот этого и говорит, а ты красный. Этот товарищ начинает перебирать своих соседей, говорит, ты зеленый, все окей. Да, и тебя звать не надо, ты позванный. Ты позванный, тебя звать не надо, и ты зеленый. Меня устроит, если это лишнее в данном алгоритме, в отличие от поиска циклов, меня устроит, если он не будет вникать, с какой вершины его позвали. То есть все равно, какая разница зеленая. А тут хоба, он говорит, да, ты позван, мне тебя звать не надо, но мы с тобой садимся за один стол, а у нас вражда, поняли? То есть я могу организовать при помощи обхода в глубину проверку и поиск вот этих ситуаций. Ясно? То есть у меня возникает какое приложение? Проверка графа на двудольность. Проверка двудольности. Так, ну если вдруг у графа несколько компонентов, не проблема, это облегчает. Мы как бы для одной проверяем двудольность, для другой проверяем, то есть она для каждой должна быть, потому что как бы, ну, что называется, независимая группа, которая точно не враждаёт между собой. Понятно, что для каждой по отдельности надо проверять. Так, проверка графа. Я не буду это, наверное, описывать, потому что вряд ли я сейчас сходу вспомню, как это делается. Но вы помните мосты и точки сочленения, что такое? Да? Мосты и точки сочленения. Вот при помощи обхода в глубину можно искать как мосты, так и точки сочленения. А вот алгоритм я сейчас не помню, не восстановлю. Но нам хватит и того, что сейчас ещё я расскажу. Так, ну и давайте покажу ещё кое-что, что можно с ним делать. Это топологическая сортировка. Сейчас прошу прощения. Две важные вещи, связанные с орграфами. С орграфами. Дело в том, что ничего нам не препятствует тому, что если бы эти ребра были ненаправленными или направленными, то есть и так, и так, оно можно делать обход в глубину. С орграфами, соответственно, кроме вот этого всего, да, пожалуйста. Но вы же помните, что у ориентированных графов, у них там есть такие трудности с компонентами связности. Да? Помните? То есть у орграфа, там, вот, например, вот такая ситуация какая-нибудь, да? Вот это вот компонента связности или нет? Как я называл вот такую компоненту связности, где вроде бы вершины связаны? А? Слабо связанная компонента, да. Да, то есть как это, на скорой помощи, да, можно ехать и, или там, на машине ДПС можно ехать против направления движения дороги с нарушением всех правил. Да, вот если я забываю про направление, то, пожалуйста, вершины связаны, эти вот, это компонента связности, слабой связности. А компонента сильной связности-то что такое? Это, ой, слушайте, я сам забыл то определение, которое я вам давал, не взял с собой и не смогу восстановить. Но компоненты сильной связности, это максимальное множество вершин, которые, до которых можно как бы дотянуться от каждой к каждой. То есть существует путь от каждой вершины к каждой, и расширить это множество уже нельзя. Так вот, в данном случае у меня очевидно, вот это одна компонента сильной связности, да, но поскольку до нее дотянуться ниоткуда нельзя, то на этой точке вся эта компонента и останавливается. И вторая компонента сильной связности, состоящая из вот этих трех точек, да, потому что здесь из каждой к каждой существует от вот этой к вот этой, да, от вот этой и к вот этой, и к вот этой есть путь. В общем, две компоненты, да, видно. А вот вопрос вот какой. Если тут я могу выделить компоненту, то можно ли это сделать для ориентированного графа? Не, ну если вопрос идет о компонентах слабой связности, то я забываю о направлениях, отношусь к этому графу как скорая помощь, ладно, скорая помощь нормально ездит, как ДПС. К дорогам, да, еду как хочу, выделяю обычную компоненту связности, слабую. А вот можно ли искать сильные компоненты сильной связности? Да, оказывается можно. И делается это достаточно быстро, только надо сделать не один, а два обхода в глубину. Вот, и вот этот алгоритм я вам тоже покажу, называется этот алгоритм. Давайте я напишу, выделение сильных компонент, выделение сильных компонент или компонент сильной связности. Алгоритм Косарайо. Косарайо. Вот я вам его сегодня расскажу. Так, второе. Это, так, сейчас секундочку. Топологическая сортировка. Топологическая сортировка. Давайте запишите, а что это такое, я поясню. После того, как я на правой доске буду рассказывать там сортировка. После того, как я на правой доске напишу все эти алгоритмы по порядку. Итак, давайте начнем с чего-нибудь простого. А именно, с выделения компонента связности. Для этого мне, естественно, раз это будет рекурсия, мне для этого, естественно, понадобится функция. Поэтому я создаю функцию, которая будет заниматься обходом. DFS она будет у меня называться. Граф я буду сейчас представлять в форме словаря множеств смежности. То есть словарь, в котором будет индекс и вершин соответствовать. А как именно там хранятся вершины индексами, номерками или буквами, в случае списков смежности, меня не сильно волнует. Когда это оформлено как словарь множеств, никаких проблем. Итак, поехали. Так, значит, у меня в том году я писал этот, называл этот алгоритм call all friends. Позови всех друзей. Но знаете, я все-таки, давайте лучше по-честному буду писать его. DFS. Значит, что мне нужно для того, чтобы начать обход? Вот каждый товарищ, включая самого первого, он должен обязательно знать свой собственный идентификатор. То есть он фактически, я должен просто указать вершину, с которой начинается обход. Раз. Второе. Мне нужно передать сюда, собственно, сам граф. Граф. Ну, давайте я его буду одной буковкой G писать сейчас. Граф, еще раз говорю, в какой форме сказал. И еще. Мне надо сказать, какие вершинки у меня серые. Ну, как минимум серые. То есть которые уже позваны. Да? Давайте назовем их used. Used. И вот тут интересный момент, который связан с особенностью питона. Вы, наверное, представляете себе, что у функции есть параметры по умолчанию. И когда я первый раз буду запускать DFS, то у меня вот это множество used, оно должно быть просто пустым множеством. Правда? Я бы сказал, а давайте сделаем вот это вот множество просто, чтобы по умолчанию оно было пустым. Но дело в том, что я же подготавливаюсь к тому, что DFS будет запускаться, и для следующего, для каждого друга будет запускаться DFS. Правильно? Но я не могу взять и написать вот так вот. Знаете почему? Вот так вот нельзя. И список тоже нельзя. Изменяемый объект нельзя вставлять в качестве значения по умолчанию как параметра функции. Потому что, когда у нас создается функция, то вот эта строка вычисляется в питоне ровно один раз. Раз она вычисляется один раз, значит объект множества создается один раз. Не при каждом вызове функции создается новое множество, а один раз создается объект, связываемый с именем used. Таким образом, если я вызову первый раз эту функцию, это used, будет один. Второй раз вызову, used уже будет включать в себя все предыдущее. То есть вся предыстория, она там будет жить. Поэтому вот так не делают. А если я хочу каким-то изменяемый объект, но каждый раз, когда функция вызвана без этого параметра, то чтобы у меня создавался пустой объект, изменяемый, то делаю так. Пишут none, равно none. А здесь говорят. Есть два способа. Можно сказать, можно сказать, этот, if none, if used is none, не пишите, я вам сейчас напишу более лучший способ в одну строчку. If used is none, used равно set. Да, видите? А теперь более короткий и классный, клевый вариант буквально. Модное слово применю. Клевый. Смотрите. Мне надо, чтобы в used оказался set, если там none. А если там не none, то, соответственно, да? Ну, если там вдруг пустое множество, ничего страшного, если я подменю его, наверное, да? В общем, что я говорю? Вот так вот я говорю. Used равно... Сейчас, секундочку. Used равно used or set. Почему это работает? Пайтоник стайл. Рассказываю. Если used ложь, если вот эта штука ложь, а none является ложью, ну, вообще, объекты, многие объекты, для которых это определено, булевское сравнение с булом, да, булевское представление, булевизация, как бы, да? Так вот, с точки зрения булевской, used ложен. Прошу прощения, none ложен. Пустое множество, кстати, там пустой список, тоже ложное в логическом представлении. Так вот, что я говорю. Что если это ложно, то что? Тогда у меня логическая сумма, а или это логическая сумма, она определяется вторым слагаемым. Помните в алгебре логики? 0 плюс x равно x, правильно? Помните эту формулу? В питоне или является ленивым. Что это значит? Что если у нас тут единичка, то он вот это выражение даже не вычисляет? Не надо вычислить. Зачем? Это там мало ли, это, не дай бог, вызов функции какой-нибудь. Обращение как массивы, что-то вычислять надо. Зачем? Я же уже знаю, что первое слагаемое истинно, да? Все истина. Да? Но фишка питона в том, что он возвращает не булевский тип вот сюда в качестве результата, а он возвращает то самое выражение, которое является, которое имеет логическое значение. То есть он вернет, если бы вот эта штука была истинной, то он вернул бы ее в качестве результата. То есть если я в качестве юст, в качестве параметра этой функции буду что-то реальное передавать, какое-то непустое множество, то это множество, что? Оно и будет возвращено в качестве результата и присвоено вот этому юст. Понятно? То есть я остался при том, при чем был. А если же юст ложен, то есть он либо нан, либо там пустой множество, то как-то пустой объект, который ложен. Вот. То тогда будет определяться истинность второй частью, да? И будет возвращено именно не true, а именно сам set пустой. Таким образом, вот одной вот этой строкой можно, ну это такой прием, который используют, когда нужно изменяемый объект, например, там список сделать, который попадает вот туда. Так. Ну что? Ладно. Это маленькая мелочь, которую надо было обойти, мы ее обошли. Поехали. Обход в глубину пишется, вы не поверите, как легко. Итак, первое, что я должен сделать, когда я, меня позвали. Фактически, когда DFS вызван, значит, меня позвали. Да? Значит, что я первая очередь делаю? Я говорю, что я добавляю самого себя used added vertex. Я себя записываю в позванные. Так. Что я делаю дальше? Я говорю, для каждого, раз уж меня вот позвали, я отметился, то мне надо, для каждого соседа, for neighbor, для каждого соседа. Да? Так, сейчас, одну секундочку. Эх, ты ж елки-палки. Я вот сейчас думаю, что будет некоторая проблемка. Будет некоторая проблема, связанная, вот когда вы будете это дело реализовывать, и у меня была реализация именно if used is none, used равно set, а в случае с непустым множеством, ох, как нехорошо, но я ее обойду, а там уж это дело не буду рассказывать. Итак, для каждого соседа, среди списка смежности для данной вершины vertex, g от vertex, это как раз то множество всех соседей для вершины vertex. Я списочным, да, для соседей, neighbor in g от vertex, что я делаю? Я говорю, если ты не позван, если ты еще не позван, if neighbor not in used, если он не позван, то тогда инициировать DFS от него, от этого соседа, DFS от чего? Neighbor, начиная, да, передать ему граф, с которым мы работаем, и передать ему то самое множество used, чтобы мы работали с ним с одним и тем же списком позванных, то есть реальный объект, он должен передаваться по ссылке до каждого товарища. Объект существует независимо от этих функций. Его вообще всунули сюда снаружи. Понятно? Даже не знаю, может быть его, я сейчас думаю, может удалить это дело, чтобы не обходить. А то я с пустым множеством, просто он подменит пустым множество, негодяй. Это проблема. А мне важно, чтобы осталось тоже пустое множество, иначе будет работать подсчет компонент связности. И передаю, короче говоря, туда used. И на этом, собственно, DFS, функция DFS заканчивается. Потому что, если у нее нет никакой дополнительной нагрузки, если нет никакой дополнительной нагрузки, если она должна перекрашивать туда-сюда красный, черный, красный, черный, я мог бы добавить сюда дополнительный параметр, который будет контролировать, передавать либо нолик, либо единичку, и каждый раз менять, соответственно, если я получил этот параметр как нолик, то он передает туда единичку. Мне нужно было бы проверять, независимо от того, что он not in used, я бы написал там, а ты вообще какого цвета, какой у тебя там номерочек, эти номерочки надо где-то хранить в каком-то, может быть, словаре или в списке. Я всю эту нагрузку сейчас сюда не делаю, но она прикручиваемая, понятно, вполне образом. Сейчас меня интересует именно само множество used, вершин, которые пошли. И что я делаю сюда? Так, одну минутку. Я использую это следующим образом. Я говорю, значит, used, ну, допустим, у меня есть некоторая стартовая вершина, да, я говорю, used равно стартовая вершина. Это сейчас придется сделать, я иначе бы сделал пустое множество, если бы оно не подменилось. А мне важно, чтобы сохранилось вот это вот множество вершин, для которых обход совершен. Дальше, я беру количество компонент связности, я его назову буковкой n, и говорю, равно нулю. Это количество компонент связности. Что я с ним делаю? Я говорю, для всех вершин, да, for vertex, а, кстати, откуда я беру вершины? Откуда мне проще всего брать вершины? У меня есть граф G, в нем, G это у меня словарь, в нем ключами являются вершины. Все. Идеально. Поэтому for vertex in G как раз будет пробегаться по всем вершинам всего этого графа. И что я теперь делаю? Я говорю, я начинаю DFS с вершины, с очередной, но только если она еще не принадлежит вот этим самым used. Так, сейчас прошу прощения, а мне же надо первый же сделать. Как мне это сделать? Аккуратно. У меня это было, когда я тут делал, я вставил пустое. Давайте тогда так, я все-таки придется немножко обмануть. For vertex in G if... Слушайте, знаете, что я прямо сейчас я просто не хочу это делать. Вот давайте уберем вот этот вот параметр по умолчанию, не будем им пользоваться. И вот это вот, я прямо зачеркну. просто мне этот выпендрежь с добавлением, чтобы он не подменил, не дай бог, это множество, вы начнете это дело на компьютере набирать, у вас будет вопрос, а почему же он множество used, вот это вот не обновляется. Потому что объект, который пустой, множество я туда передам, в первый раз, он окажется отвязанным от того самого used, который подменит ему, он будет пустым, и он по истинности, вообще ложность будет приобретена по второму параметру. И у меня used, который торчит в глобально, он не изменится, он останется пустым. Поэтому меня волнует, что used, который глобальный, он менялся. Поэтому я убираю эту штуку. Все, короче, я говорю if vertex, not inused, если vertex еще не использована, то, соответственно, что запустить от нее dfs, начиная от вот этой вершины, передавая граф G, передавая то самое множество used в качестве параметров по ссылке, не копии, а по ссылке передаю, да, у нас же не копируется значение, а передаются по ссылке. Вот. Ну и при этом заодно, раз уж я новую вершину незажженную нашел, я говорю n плюс равно 1. Понятно? Когда я приду на следующую итерацию, да, и обнаружу какую-нибудь вершину, которая не used, это значит, что раз я вычеркнул все компоненты, предыдущие компоненты связанности, они все уже входят в used, они все уже использованы, да, то значит, я нашел какую-то новую компоненту. От этой новой вертекса, которая not in used, я запускаю снова dfs, вычеркивая всех ее соседей, 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 да, и увеличиваю еще на единичку, еще одну компоненту вычеркнул. Вот этот алгоритм, он в конечном счете узнает, да, можно там распечатать его там print n, распечатает мне общее количество компонент связанности этого графа. Поехали. Итак, алгоритм косарайю. алгоритм косарайю, выделение компонент сильной связанности ориентированного графа. Или просто выделение сильных компонент орграфа. Я приведу сейчас вот такой вот граф, конкретный, потому что мне он, да, и мне нужны будут названия вершин. А, Б, С, Д, тут Ф, это вершина Е, Д, Е, Ф, так, дальше что у нас еще есть? G, H, I, J, H, I, J, так, и тут вот стрелочка торчит вот таким вот образом. Так, и еще есть вершинка К, которая торчит вот здесь вот. и так, дополнительно к этому графу, да, к орграфу, мне нужно будет иметь множество, множество вершин, использованных, юст, и стек, и стек, список вершин в порядке обхода. То есть я буду заносить идентификатор вершин вот в этот стек в последовательности этого самого обхода. Так, теперь берется некоторая вершина. Вот какая это вершина? Ну, понятное дело, что тут вот с какой ни возьмись, можно, нам же все равно, как граф выглядит. Но я чисто для красоты, для последовательности начну с вершины А. Допустим, она у меня просто в списке вершин, реально первая, вот я ее первую и взял. С вершины А запускаю обход в глубину. Итак, что у меня будет происходить? У меня вершина А, вершина А, с нее запускается обход. Сейчас, я думаю, как мне это дело, аккуратно записать. Давайте начнем с разговора. Запускается обход. Что получается? Что у меня в использованных вершинах, я тут множество вершин запишу. В этом множестве оказывается вершина А. Из А вызывается Б. У меня в множестве вершин оказывается вершина Б. А здесь у меня есть стек. Стек, в котором я заполняю вершины, соответственно, А, затем Б. легла. Далее, вызывается вершина Д. Вызывается вершина Д. Впадая сюда и туда. Затем вызывается, кого еще можно? Еще можно вызвать Е отсюда, пошло в глубину, и Ф. Е и Ф. Ну, эти буковки, я точки сюда не буду рисовать. То есть сами буковки попадают в множество. Это юст. А это у меня, соответственно, стек. как я его назову непринципиально. Давайте я так его и назову словом стек. Так, что у нас дальше? Из Е вызывается Ф, после чего звать Д не надо. Почему? Ну, обход в глубину, он не зовет те вершины, которые уже позваны. Да, поэтому мне звать Д не надо. На этом вот эта ветвь обхода в глубину закончена. Происходит откат. Да, добавляем. Дальше что у нас происходит? Вызываем вершину С. То есть у нас возвращается к Б. Б вызывает вершину С. И на этом, собственно, добавляется вершина С. Так, я не добавил сюда Е, Ф и С. Вот у меня в стек сейчас заполнен вот так и есть заодно множество. Отлично. После этого я продолжаю обход в глубину, хотя он невозможен дальше. С этой вершины больше идти некуда. Мы вернулись, откатились на А, все, конец. С А мы обход закончили. Но мы продолжаем делать точно так же, как это происходило при подсчете компонент, когда я брал еще вершину, ну еще какую-нибудь вершину, которая не в юст. Ну, а нашлась еще одна вершина, которая еще в обходе не участвовала. Допустим, это была вершина, сейчас, какая тут у нас? Ж. Ну, она у меня сейчас просто, опять же, по последовательности следующая. Ж нашлась. Из этой вершины Ж я делаю абсолютно то же самое. У меня добавляются какие вершины? Раз, два, три. Да, эту, опять же, она не вызывается. То есть у меня сюда попадают в множество вершины. Ж, Х, А, И, Джей. Так, а сюда добавляются они. Ж, А, Ж. Ах, ты ж елки-палки не рассчитал. Ай, Джей. Давайте я продолжу стек вот сюда. Ж, Х, А, И, Джей. Вы можете продолжать вверх. Да, и остается вершина К, которая попадает в результате последней и в множество юст, да, и в стек. Вот она попала последней. А теперь что у меня получилось? У меня получился вот такой вот, вот такая последовательность, да, А, Б, Д, 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 Д. Вот до сюда. И я дальше разворачиваю все ребра. Вот я говорю, давайте сейчас все ребра развернем. Но я честно вам скажу, если я сейчас это сделаю, я испорчу рисунок очень сильно. Поэтому я вместо разворота ребер сейчас буду просто все время ехать неправильно по этим дорогам. Понятно? То есть как раз можно ровно ехать наоборот. так вот и я начинаю запускать обходы в глубину с конца то есть я начинаю по этому стеку бежать с конца при этом обратите внимание что с вершины вот честно сказать все-таки мешает давайте я визуально нет реально графу не надо разворачивать до направления просто надо им пользоваться воспринимая стартовый конечно вершину ровно на в обратном смысле так вот смотрите я теперь беру и говорю от к бежим но по правилу развернутых дорог да вот у меня вершинка к она в конечном счете попала да от нее запустился dfs она попала сюда попала сюда но реально никого не добавила больше кроме себя итак я вот к запускаю вход в глубину в движении в обратку да то есть вот у меня сюда как раз нельзя и тем самым я сейчас все вершины до которых я дотянулся вот этой вершины они принадлежат ее компоненте сильной связности понятно последняя вершина которая была добавлена в последнем обходе в глубину я с нее бегу по правилу обратного движения да и докуда дотянусь она выдаст мне компонент усиленной связности доказательства я не буду сейчас рассказывать все то есть я тем самым выделил ее естественно что я ее со стека снимаю со стека снимаю множество мне при этом по моему просто она больше не нужно да по моему множество больше просто не нужно поэтому что я дальше беру опять со стека следующий вершин да естественно что я снимаю не только ее а все которые входят в эту компоненту то есть я буду вершины которая входит в компоненту со стека тоже снимать на самом деле это не обязательно можно их снимать просто по порядку То есть если они у меня, я чищу множество юст, начинаю заново, беру первую вершину, K, я синим цветом теперь буду рисовать. Дальше я запускаю с J, запускаю вход в глубину. Поехали. Так, значит я их буду перекрашивать. J, значит я иду по правилам обратного движения, значит вот так вот, да, вот так вот, вот так вот я беру, вот эти вот вершины у меня попали, а сюда нельзя, да, сюда можно, но уже позвано, поэтому обход в глубину туда не требуется. Таким образом у меня сейчас в множество юст отправляюсь, вот именно вот в этот момент я могу реально каждый раз, каждый раз, когда я перезапускаю, я могу в отдельное множество добавлять. Ну кроме как в принципе вот сюда вот, но мне имеет смысл в первую очередь в отдельное множество добавлять вот эти вот компоненты. То есть раз первая компонента, все, отложили, да, как бы юст один, отложили, запускаем снова пустое множество юст, ну или компонента два, да, и запускаю вот с J, да, что у меня сюда, ну во-первых, J попадает сюда, да, я ее снимаю. И всех, до кого она дотянулась, I, H, G, они все вошли в эту компоненту. Ну дальше я со стека снимаю все, которые вот сюда касаются, если они хотя бы в одну из компонентов этих уже просмотрено входят, с них ничего уже не надо искать. То есть они у меня автоматом тоже там вычеркиваются. Дальше опять беру по порядку этого следования, по обратному порядку следования стека, да, поп с верхушечки в вершинку C. Говорю, так, с вершинки C, да, я создаю юст 3 уже, да, некое третье множество. На самом деле их там можно эти множества, в которые эти компоненты откладываю, можно список множеств вершин, принадлежащих этим компонентам сильной связанности сделать. Что я делаю? Я беру вершинку C и с нее начинаю обход в глубину по принципу обратного движения по дорогам. Раз, два, сюда нельзя, да, потому что я должен бежать в обратную сторону, а сюда не надо, потому что что? Потому что у меня уже позвана вершинка C. Таким образом у меня добавились вершины B и A, вот в этом множество юст, да, вершинку C я со стека при этом снял. И запускаю последний раз обход вот этот вот, обход вот этот вот запускаю последний раз. Я это здесь напишу как юст 4. Вот, что у меня получается? Я запускаюсь от вершинки F, запускаюсь от вершинки F и бегу по принципу обратного движения по дорогам. Да, у меня зажигаются и добавляются сюда в это множество еще вершинки E и D. Да, затем сюда можно, но уже позвана вершинка, не надо ее вызывать, да, не надо. А сюда нельзя. А, стоп. Сейчас, одну секундочку. А сюда же можно. А сюда можно. А, да, сюда можно, но уже позвана вершина. Да, правда я их разделяю здесь на отдельные компоненты, но значит придется поддерживать отдельное множество юст. Его придется поддерживать, потому что иначе получится, что я не отслежу вот этот вот момент. Потому что в общем она должна быть в принципе еще не включена ни в один обход. Понятно? Поэтому сюда, поскольку она в принципе уже позвана, она не должна войти. Все, таким образом я в результате получу отдельно множество вершин, которые входят в каждую компоненту сильной связности. Таким образом алгоритм Косараю выделяет компоненты сильной связности. Собственно все. Примечание. Не принципиально оборачивать граф сначала или потом. То есть как в начале бежать против направления дорог или потом. Это не важно, поскольку компоненты сильной связности у нас, а там в две стороны должны быть достижимы, от каждой вершины к каждой. Так. Вопросы есть? Общее множество. Just поддерживать надо все-таки, иначе я вот здесь вот перейду вот сюда. То есть если я буду только вот за это смотреться, да? То есть это будет как бы множество отдельное компонент и общее множество Just. Я боюсь, что если я сейчас начну реализовывать, я просто не успею еще один важный алгоритм рассказать, это пологическую сортировку. Мне под нее надо время оставить. Я не заготовил реализацию, поэтому я сейчас вот буду сочинять это без компьютера, и время займет, и я могу ошибиться просто. Следующий алгоритм, точнее задача в начале, задача и тут же алгоритм. Задача татпологическая сортировка. Давайте так напишем. Для решения задачи татпологической сортировки существует также алгоритм Прима. Но у него и асимптотика хуже, и асимптотика у него похуже, и реализация у него мутная. Мне было сложно ее, я не хочу лишний раз давать. Есть хороший алгоритм с хорошей асимптотикой, который как раз пользуется обходом в глубину. Постановка задачи. Если граф не содержит циклов, ориентированный граф, если ориентированный граф не содержит циклов, то его вершины можно пронумеровать так, что любое ребро идет от вершины с меньшим номером к вершине с большим номером. Смотрите. Вспоминайте задачку. Сейчас я подумаю, давайте я лучше нарисую справа, а программа будет слева. Вспоминайте задачку из ЕГЭ про обход от циклических графов. Вы видели, если делали ЕГЭ по информатике или когда-нибудь готовились на информатике к ЕГЭ. Вот такой вот, где граф дорог, где можно ехать только по направлениям, указанным на дороге. И нужно узнать, в той задачке было нужно узнать количество различных траекторий из начального города в конечный. На самом деле, ориентированный граф, в котором нет циклов простых, никаких, в данном случае никаких не должно быть. Он совершенно не обязательно имеет одну стартовую, одну финишную. Совершенно не обязательно. Вполне возможно, что есть несколько вершин, с которых можно стартовать. Есть какие-то промежуточные, которые тоже можно доехать куда-то. То есть, вполне возможно, что есть какие-то вот такие вот дополнительные стартовые, как бы дополнительные потенциальные финишные вершинки. Понятно, да? Ориентированный граф, и в нем нет циклов. То есть, я не могу вернуться нигде, никак, и не могу зациклиться. Вот нет, а циклический. Или просто граф, орограф, в котором нет циклов. Так вот, еще раз. Представьте себе, что это этапы какого-нибудь большого дела. Ну, например, строительство дома или, не знаю, получение бумажек при выпуске из института. То есть, подписывание всех бумажек. Если вы когда-нибудь подписывали какие-нибудь бумажки бюрократические, то вы, наверное, сталкивались с такой ситуацией, что вам в конечном счете надо вот это, вот это и вот это. А для этого вам надо подписать, написать заявление, на котором вначале расписывается этот дядечка, потом вот этот дядечка, а без его подписи, соответственно, да, вот. Короче, стрелочки здесь будут обозначать некие дела, которые надо сделать. Понятно? А точечки, точечки будут обозначать эти некие этапы. То есть, вот стартовое положение, например, да, хотя сейчас, одну секундочку, какой там есть подход. Ну, в любом случае, да, или можно наоборот, что точечки это дела, даже проще. Точечки это дела, стрелочки это взаимозависимость между делами. То есть, вот это дело нельзя сделать, пока вот это не сделано, да. Вот это дело можно запустить только, если вы принесли и эту бумажку, и вот эту бумажку. Ну, условно, я просто так вот сравниваю, потому что с чем еще сравнить, да. Или с домом. Например, у вас есть архитектурный план, да, есть, там, не знаю, фундамент, да. Да, сейчас, секундочку, фундамент есть, лучше бы я рисовал уже тогда отдельно, наверное, да. Без фундамента нельзя сделать стены, например, да. А еще стены нельзя сделать без чего? Без подвозки заказанного определенного, там, кирпича в нужном количестве, или там, бревен, из чего строите, да. А для того, чтобы их можно было заказать, вам нужно что? Архитектурный план. Понятно? То есть, у вас архитектурный план запускает одновременно и фундамент, да, и заказ материала под строительство стен. А стены, если даже материал приехал, все равно нельзя начинать, пока фундамент не будет готов. Понятно? Все. То есть, смысл топологической сортировки в том, чтобы предоставить некоторую последовательность номерков, последовательность выполнения вот этих вот пунктов, которая непротиворечива. То есть, в каком порядке надо хвататься за эти дела, чтобы не возникало такой ситуации, что я хватаюсь за дело, для которого не выполнены его пререквизиты. Ясно? Давайте еще раз зачитаю формальную постановку. Если оргграф не содержит циклов, то его вершины можно пронумеровать так, что любое ребро идет от вершины с меньшим номером к вершине с большим номером. Топологическая сортировка – это упорядочивание вершин безконтурного, то есть без циклов, ориентированного графа согласно частичному порядку, заданному ребрами оргграфа на множестве его вершин. Тоже формальные слова, не очень понятные, но произношу. В общем, если граф не содержит циклов, то вершины можно пронумеровать. И применяется это в разных прикладных задачах. А по факту можно просто осуществить обход в глубину, в котором будем красить вершины. Значит, ДФС с покраской вершин белая, серая, черная. Сложность алгоритма, сложность алгоритма Тарьяна, ООТ. Если внимательно разобраться, при обходе в глубину нам требуется всего лишь ООТ. То есть сколько вершина, это порядок графа, то есть О – это количество вершин. То есть такое количество операций, порядка такого и требуется. Значит, озвучиваю, что происходит. У меня, помните, есть множество юст. С любой вершины, которая еще не юст, я запускаю обход в глубину. Белые вершины нетронутые. Попытка входа в серую вершину означает наличие цикла. Значит, алгоритм невозможен. При выходе из вершины, при выходе из вершины, добавляем ее в начало списка. В начало списка, по которому потом буду производить нумерацию. Реализация. Давайте создадим этот самый… А, так, сейчас, секундочку. Здесь это сделано через список. Вершинки идут по номерам. Ребят, я запишу ту реализацию, чтобы сейчас быстро не пытаться, я запишу эту реализацию. Она мне немножко не нравится, но с другой стороны, там зато нет дублирующих друг друга структур. Ну а симптотика у нее чуть-чуть… Точнее, некоторая есть особенность. То есть, у меня вот эти вершинки у – это число от нуля до n-1. То есть, здесь вершинки идут по индексам. Итак, создается вот такой вот список visited, в котором изначально будет false… Сейчас, прошу прощения, вершинки… Ага. Здесь от n плюс 1 написано. Значит, видимо, от 1 до n. От 1 до n. Да, от 1 до n включительно. Нулевая псевдовершинка валяется. Итак, false. Создаем n вершин плюс 1 фальшивая, ни для чего. И есть ns, который представляет из себя список, в котором мы будем добавлять эти вершинки. Мне кажется, можно было бы все-таки эти сделать корректным образом. Ладно. Поехали. Во-первых, опишем функцию dfs. Соответственно, она будет у нас иметь вершину старт, с которой мы начинаем. Граф g. Да, граф g. Я все-таки чуть-чуть модифицирую, мне не нравится эта версия. Так, и visited. И visited. Дальше. Мы добавляем эту вершину к visited. Здесь это происходит следующим образом. visited от этой вершины мы говорим равно true. Если вершинки номерки, то это быстро просто взять, найти ее по номеру в массиве и проставить там true. То есть это скорость такая же, как в множестве. И проверка тоже точно такая же. Дальше, что я делаю для вершины среди ее соседей. Только здесь коротко запишем. for, сейчас секундочку, for u in g от этой вершинки start, то есть в ее списке смежности перебираем всех ее соседей. И что я говорю? Если эта вершинка еще не посещена, if not visited от вершинки start, от вершинки u, прошу прощения, от ее соседа, от нейбора, то что запускаем, соответственно, dfs с вот этой вот вершинки u, передавая туда g и передавая туда visit. Так, ну и в дополнение к этому, в дополнение к этому, вот здесь вот, мы добавляем эту вершинку start к ответу answer, ends. Но он здесь глобальный над этой функцией, либо мне его надо передавать туда в dfs по ссылочкам. Но, допустим, я его прямо вот здесь вот передам. Я скажу, вот здесь вот ends, ends.append от вершинки start. Если не считать, что он глобальный, то его надо передавать вот сюда, вот, запятая ends. Запятая ends. Явным образом передавать. Я заявлю передачу параметров, чтобы не пользоваться глобальными именами. Так, все. На этом, собственно, функция заканчивается, dfs. Функция на этом все. А как мы ей должны воспользоваться? Запускается цикл перебора всех вершин. Если бы вершинки были не по номерам, я бы запустил for vertex ng. И что мы делаем? Мы говорим, если еще не посещена, if not visited от i, в квадратных скобках, раз это массив булов. Так, то что запускаем dfs от этой вершинки. Просто запускаем dfs от этой вершинки. От вот этой вершинки. Передавая, естественно, graph g, передавая visited, передавая ends, в котором я ожидаю ответ. И в самом конце, для того, чтобы получить этот список вершин, упорядоченный по возрастанию номеров, учитывая, что я добавлял все время в конец вершинку стартовую, обратите внимание, что это происходит на обратном ходу рекурсии. То есть здесь, по сути, возникает, вот в ends будут добавляться они в тот момент обхода в глубину, когда они говорят, я иду на дискотеку. Помните, кто последний пошел на дискотеку? Тот, кто ее стартовал. Так вот, оказывается, очень просто. Мы просто берем и в этот момент, когда он говорит, я пойду на дискотеку, он берет и добавляет себя в список. Но этот список получается инвертированным, поэтому мне в самом-самом конце вот этого вот дела надо просто взять и сказать, что мой список, ends, он у меня должен развернуться. Но я могу в нем сказать вот так вот. В его срез положить ends, да, в срез. Присвоить его же самого срез с шагом минус один, задом наперед. Выворачивание списка наизнанку. Да. Visited это фактически множество. Я уже сейчас вижу, я не сообразил это. Я не сообразил это в процессе, а сейчас я легко понимаю, что совершенно необязательно и вот это делать вот так вот, и visited совершенно необязательно делать вот таким вот образом. Можно вот как у нас было. If vertex not inused. То есть я могу использовать его как просто множество. visited используется, это множество, ну как, список булов, в котором отмечено галочками. Ты входишь, ты visit, а ты не visit. Как для множества как бы вот мы либо включаем, либо не включаем. Просто такая вариация, да, и для вершин, которые являются индексами, этот вариант, он лучше с точки зрения скорости, потому что нам не надо использовать такую сложную структуру данных, как множество. Потому что множество, оно довольно сложно устроено под капотом, а список, он устроен довольно просто, да еще и фиксированного размера. То есть вот эта форма алгоритма с вершинками индексами, она легко переносится на любой язык программирования. Понятно? Если бы я еще и вот тут вот, да, сказал, что вот этот g от start, это вообще не словарь, да, ну учитывая, что здесь start это число, то g от start это список списков всего лишь. Да, списки разные длины, но это легко реализуется в C++ и вообще, ну где угодно. То есть вам не надо на чистом C. То есть алгоритм не требует, как я уже говорил про это, что в питоне мы можем, пользуясь сложными структурами данных, в графе делать названиями вершин. Но даже в питоне это усложняет и уменьшает скорость работы. Поэтому реально, когда пишется, реально масштабируемый алгоритм, то вершинам выдают индексы и работают в индексах. А уже потом переводят от индексов к названиям, когда нужно вот там выяснить, как она переходит к названию. Понятно? Еще раз, вот здесь вот я легко могу это сделать. Visitit равно set. Давайте я сейчас, все переписали? Я сделаю пару волшебных движений, вы узнаете DFS в чистом виде. Use равно set. Вот это вот DFS совершенно не обязательно писать тут, его можно было бы написать выше, то есть вот эти строчки можно было бы туда перенести. Ends должен быть списком, он обязательно передается в качестве параметра, чтобы быть локальным. А вот здесь вот я говорю for vertex in G, двоеточие, if vertex not invisited, неважно, как он называется, visited или used, правда? not invisited, то DFS. От кого? От vertex G visited. Понятно? очень похож на подсчет количества компонент связанности. Только я тут не делаю N плюс равно 1, да? А нагрузочная деятельность, она вот она. Фишка обхода в глубину в том, что сам обход в глубину, он примитивен. Вот он, вот он весь. Вопрос в том, как мы его будем использовать. В него внедряется маленькая нагрузочная вещь, вот мы будем в момент, когда он говорит, я все, я готов идти на дискотеку, он будет себя добавлять в некий список. Все мы получаем топологическую сортировку. Понятно? Если этот граф не содержит циклов. Добавить сюда какие-нибудь проверочки немножко, мы проверяем двудольность графа. Добавили немножко, мы проверяем цикл, есть, нету цикла. Да, проверяем, что граф, ну вот, собственно, перед этим делом, перед тем, как запускать алгоритм Тарьяна, хорошо бы проверить, что в графе нет циклов. Это тоже делается обходом в глубину. Короче, еще раз, обход в глубину, это очень простой алгоритм, или как бы заготовка под возможные приложения этого алгоритма. Их довольно много. Я рассказал, не все. На этом все. Спасибо вам большое. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok